а а доброго всем дня знаете вот интересно получается что наверное в той или иной степени это почти во всех странах и у всех народов но у советских и постсоветских это на мой взгляд наиболее ярко выражена что ценим и хвалим мы мертвых ругаем и гадим исключительно живым это я сейчас о том что за последнее время просмотрел два интервью юрия дудя одно с леонидом парфеном второе с аскаром как его там кучерой честно говоря его участие фильмы солдаты которые сколько-то там сезонов просмотрел потом естественно надоело но это было давно если бы не жена его тогдашнего в нем сегодняшнем я точно не узнал ну и как бы впечатление о его игре в том сериале какое-то не то что там плохое и хорошее вообще какое-то в общем-то она и не осталось но речь не об этом речь о том что на доступных мне ну не что доступных тех скажем видео которые мне выдает youtube скажем по моим что ли предпочтением и вкусом в тех публикациях которые доступны мне в социальных сетях будь то facebook телеграм или одноклассники никто подчеркиваю никто не словом не обмолвился об интервью парфенова юрию дудю а интервью на мой взгляд великолепное я его просмотрел два раза ни разу об этом не пожалел и в принципе тоже его можно растаскивать на цитаты причем цитаты очень высокого качества то есть позиция человека жизненная политическая общественная какая хотите она четкая она не вчера придуманная она не скажем не сделано или не предоставляемая в уходу нынешней ситуации в уходу тому с кем он разговаривает еще что-то то есть ну молодец вот и одно из скажем из основного что запомнила что в отличие от всех этих из большой московской тусовки он к ней явно не принадлежит и они его за своего точно не держит так вот в отличие от них он честно признался что ну как бы то вернуться даже не мы не в москву в петербург хотелось бы но уверенности в том что он в своей жизни это сможет сделать у него как-то не прослеживал так вот еще раз повторюсь чтобы все осознали и может быть даже запомнили во первых очень рекомендую посмотреть вдумчиво с бокальчиком вина фужером вина с бокалом пива со стаканом чая чем угодно просто сигаретка или без оной то есть и там есть что послушать и есть что взять скажем даже для себя но никто нигде не боже мой не похвалил не не дудя не тем более парфенова и даже нигде не упомянул зато вот этот вот оскар кучера это другая история только ленивый не упомянул как это так вот вон сторонник путина сторонник этой не к ночи сказано специальные военные операции с полнейшей каши и дерьмом и бардаком в голове как это он вот все таки дал интервью дудю и почему и за что и прочее 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 не применул в этой части отговориться показать себя и этот совершенно мной неуважаемый но непонятно за что чуть ли не обожествляем и многими опять же из той же большой московской тусовки как бы писатель дмитрий быков для меня с фамилией быков есть был точнее остается один писатель это василь бытов но это уже другая история так вот тот же дмитрий быков ой кучера там третий разрядный актеры шка этот и пятое десятое в голове у него там и все что угодно только не то что надо вот если бы дуть поговорил с хабенским вот тот великий актер то то насчет великости хабенского у меня тоже большие сомнения то есть если сравнивать чисто актеров вот как бы взять и то понятно что кучере до хабенского далеко это с одной стороны с другой стороны у кучеры хотя бы хватило я не знаю ума дурости еще чего-то с тем юрием дудем все-таки поговорить кстати говорил он конечно такое что в общем-то до середины где-то интервью я как-то выдержал дальше не бокал вина не сигарета ничего не помогли так вот некоторые мне приватных разговорах вот же хабенский он же там и благотворительностью занимался и жертвовал деньги на лечение там больных раком или чем детей окей жертву может быть даже искренне тогда но для меня человек который пусть сколько угодно много искренне жертвовал деньги на лечение детей раньше и сейчас с пена его рта поддерживает массовое уничтожение детей и не только детей но в первую очередь детей в украине чисто человеческие качества у меня извините но это это не ко мне и пусть он 10 раз хороший даже очень хороший актер никто его называет великим надо великого ему примерно как мне до шаляпина при том что у меня ни слуха ни голоса в этой так сказать музыкальной песенной части так вот до великого ему далеко а чисто по человеческим качествам ну если говорить очень мягко то противно это не не тот случай когда до сих пор разные всякие при каждом удобном и неудобном случае вспоминают александру невзорову рижский омон штурм целевышки в вильнесе он правильно сказал в недавнем своем интервью на моему эстонскому журналисту наезжать на меня вот смысле вот на за все это 30 более чем 30-летней давности это говорит то же самое что обвинять человека переболевшего чумой в том что он переболел чумой я хоть этим переболел я вылечился и сейчас я однозначно там на стороне украины на стороне цивилизованного мира и делаю все что в моих силах чтобы поддержать украину облегчить ее участь и так далее и тому подобное то есть тут тоже тот случай когда не убавить не не прибавить хорошо сказано так вот еще немножко об этом учили вот он оскар кучера но если говорить по-русски я бы сказал что в этом своем интервью он вполне тянет на оскара американской киноакадемии на живое площадь воплощение оскара то есть выдавал он там такое я не думаю что ему когда то будет за это стыдно ему его там жене детям если они у него есть или женам как это часто водится но то есть там и не оккупировали украину но вот это вот присоединение запись конституции ну да вроде это оккупация то есть он или косил под дурака или все-таки это у него в голове действительно хоть уже вроде не мальчик в школе учился жизнь немножко побила но он правда в одном из где-то потом ее в соцсетях попадала что то ли в плане оправдания то ли как что в общем то предварительная договоренность было что разговор будет идти только солдатах и амус тв слышь уже после 24 февраля как раз всех интересует твоя игра в солдатах там сколько-то летней давности и твои эти все изыски на мус тв единственное что к этому хочу еще добавить специально для оскара кучер сейчас его с одной стороны вроде как поругивают эти вот с большой московской тусовки а сторонники крым наш свого путин без путина нет россии и так далее им довольно вот он единственный рискнул значит не побоялся дать интервью этому инагенту и так далее и так далее кстати отличие от всех остальных то предваряет свои видео это этой вот надписью единственные пожалуй кому у меня нет претензий это где он вынужден это делать достаточно молодой человек если что скорее всего свою семью он вывез за границу то в россии у него остались родители может где-то бабушки дедушки братья сестры двоюродные троюродные дальние родственники друзья знакомые и так далее то есть ему их подставлять ну точно нельзя но возвращаясь опять к учили на сейчас его вот эти псевдо протестуны псевдо борцы с режимом всячески там поносят а сторонники поднимает его на щите какой молодец какой хороший но он не подумал о том что после похвальбы этих всех какой он хороший правильный умные смелы не появятся другие которые предъявят ему а как же ты такой про это ки не хочу здесь применять более крепких слов как же ты такой предок и посмел дать интервью этому протесту но этому иностранному агенту и так далее так далее значит ты и сам такое то что ты говорил это все бред силы и кобылы то есть я совершенно не исключаю этот вариант дальнейшего развития событий и при его реализации на практике одними словами и обидными эпитетами в ютубе он скорее всего не отделается там перейдут куда более решительным и весомым аргументом стоил ему над этим задуматься но другой стороны ты его выбор который он какие миллионы людей сделали в ту или иную сторону после 24 февраля поэтому как хочет выбор леонида парфёнова тоже четкие ясные еще раз просто от чистого сердца рекомендую посмотрите вдумчиво спокойно его интервью с юрием будем получите действительно удовольствие ставайте здоровы слава украине живи беларусь